В далеком 99-м году, когда российский рынок представлял собой разношерстное царство поддержанных иномарок, компания BMW оказалась одной из первых, кто решился на локальную сборку своих моделей. С того момента производственным партнером баварцев неизменно оставался калининградский автотор. Это партнерство казалось незыблемым, однако сейчас экономические реалии таковы, что BMW прекратит сборку сразу пяти машин. По данным газеты Авторевью, с апреля на конвейере автотора останутся только большие кроссоверы X5, X6 и X7. Все остальные модели будут полностью переведены на импорт, а в недалекой перспективе бренд может полностью свернуть российскую сборку. Паниковать, что автомобили BMW заметно подорожают преждевременно, ведь головной офис вполне может дать московскому штабу выгодные закупочные цены, а иначе бело-голубой пропеллер упустит лидерство среди премиум марок. И продолжая премиальную тему. Представленный прошлой осенью Audi A3 наконец доедет до России. К нам привезут седаны и хэтчбеки, однако из моторов предложат лишь 150-сильный 1.4. Во всяком случае, так говорят дилеры. Первую скрипку будет играть трехобъемная версия. Несмотря на знакомый образ и схожий силуэт, ее кузов абсолютно новый. Благодаря этому трешка выросла почти во всех направлениях, став действительно крупным автомобилем. Цена, очевидно, тоже будет немаленькой. Глядя на конкурентов, можно предсказать стартовый ценник на уровне 2,5 миллионов. Несмотря на то, что сегмент больших премиальных седанов плотно оккупировали Audi A6, BMW 5 серии и Mercedes E-класса, Jaguar решил не оставлять российский рынок без модели XF. Более того, к нам вскоре прибудет рестайлинговое исполнение. Моторов будет только лишь пара. И оба двухлитровые. С задним приводом доступен дизельный, а с полным – бензиновый вариант. В обоих случаях коробка передач – восьми диапазонный автомат. В базовую комплектацию включены кожаный салон, электропривод передних сидений, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, система кругового обзора и многое другое. Любопытно, что дорестайлинговый XF обойдется на полмиллиона дешевле. А если выбрать менее мощный мотор, который теперь исчез из гаммы, то выгода составит около 800 тысяч.